Здравствуйте, уважаемые друзья! Я нахожусь сейчас на Транссибирской магистрали и снимаю электровоз с грузовым поездом. Вот уже давно не снимал, уважаемые друзья. Вижу, что поезд идет полностью груженый углем. Углем с Кузбасса, скорее всего. Потому что, как ни один написал, что уголь везут с Дальнего Востока. С Дальнего Востока уголь в основном весь идет, большинство угля. Вот в таких вот вагонах это в основном в Китай. А здесь Западная Сибирь. Западная Сибирь, рядом угольное месторождение. Это, конечно, Кузбасс, уважаемые друзья. И вот сейчас Кузбасса везут в сторону Урала этот уголь. Вот, видите, какой большой-большой-большой состав. Вот, прямо как бы я вот сейчас приехал, включил камеру и тут же вынырнул вот этот вот грузовой поезд. И я стал его снимать. И посмотрите, уважаемые друзья, как изменилась природа. Раньше я ходил, снимал. Были зеленые деревья, зеленые листья. А сейчас все зеленое. Трава зеленая. Все зеленое было. Небо ясное, голубое. Солнечную погоду. Хотя не так много солнечных дней у нас было. Но сейчас, вот, уважаемые друзья, значит, лес становится желтоватым таким. Листья стали желтые. Травы тоже желтые. Видите, они уже такие серо-желтые. То есть, все уже начинает готовиться к зиме. А скоро у нас, конечно, 1 октября. Сейчас сентябрь месяц. И, естественно, уважаемые друзья, это будет морозы, снег и все остальное. Так что вот так вот поменялась погода за этот период. Настала осень. Осень, осень. Не сказать, что она сейчас прямо такая золотая. Но деревья начинают, листва у деревьев начинают желтеть. Ну, сейчас дождемся следующего поезда. Этот вот прошел с углем у нас, с Кузбасса. И будем ждать следующий поезд, уважаемые друзья. Здравствуйте, уважаемые друзья. Не успел с вами поздороваться, как тут же вынырнул поезд из-за угла и стал я его снимать. Ну, вот видите, давно не снимал уже на этом месте. Погода у нас испортилась. Сейчас хоть и солнышко светит, но холодно и морозно. Сегодня плюс 6 градусов всего. Представляете, какая температура? Как уже стало очень-очень-очень так прохладно. И, естественно, мы готовимся к холодной погоде. Видите, я уже более такую теплую одежду одел. Здесь вот куртку немножко, воротник подправил, потому что холодно на самом деле. Ботинки одел потеплее, уважаемые друзья. Ну, сейчас вот, конечно, жду следующего поезда и посмотрим другие поезда, какие здесь у нас будут проходить через нашу транссибирскую магистраль Западной Сибири. Вот сейчас сзади я вам показываю. Вот так вот у нас деревья там стали желтыми, кустарники пожелтели. Вот по кругу я вот сейчас двигаю камеру. Естественно, вон дальше за мной там железная дорога и вроде бы какой-то поезд появился. Но подождем, посмотрим, это или пассажирский, или грузовой. Ну, будем наблюдать, будем смотреть. Значит, я для вас сейчас все равно сниму порядка трех-четырех поездов. Где-то должен я уложиться в это время. Ну, давайте будем наблюдать. И вот, уважаемые друзья, приближается следующий поезд. Вот, посмотрим. Это, кстати, электричка ЭП-2ДМ. Вот она приближается и проходит мимо нас. Вот посигналил нам машинист. Идет он на Тюмень. Естественно. Вот, видите, какой ЭП-2ДМ. Эта электричка везет пассажиров со станции, скорее всего, Ощепково. Вот. А пойдет он на Багандинку. Вот сейчас он остановится. Там как раз у нас чуть подальше за деревьями остановка и заберет пассажиров, уважаемые друзья. Вообще промчал, ну, не так быстро. Вообще пассажирские поезда, если эта электричка здесь, видите, останавливается, она медленно двигается. А когда идут пассажирские поезда, они же на этой маленькой станции не останавливаются и пролетают вообще как молния. Быстро-быстро, не успеваешь заметить, как промелькали вагоны и сам поезд. Вот, уважаемые друзья. И сейчас, возможно, ждем любой поезд, хоть пассажирский, хоть грузовой. Будем дальше продолжать снимать. А посмотрите на фоне желтых вот этих деревьев, какие у нас сегодня синие облака, вернее, синее небо, а белые облака. Но немножко такие, они, знаете, чуть-чуть как бы тучные. Потому что каждый день, если смотришь сайт 72.ру, то там обещают дождик. А если смотришь сайт о погоде РП-5, то там, значит, обязательно ясная погода. Ну вот, как бы я вот заметил, что РП-5 все-таки больше оправдывает прогноз, чем вот 72.ру, который постоянно нам говорит о дождике. А дождика все нет. И это хорошо, что дождика нет. Как он надоел нам за лето, уважаемые друзья. Ну, ждем следующего поезда. Вот, уважаемые друзья, идет грузовой поезд. Вот он, машины, машинисты проехали. Это, по-моему, ВЛ-11 написано 3037Б. ВЛ-11 тянет электровоз. Старый советский электровоз ВЛочка. Он трудяшка. Я много про него читал. Значит, ну он с советских времен разработан был где-то в конце 50-х годов, начало 60-х, постоянно модернизируется. Очень надежный, хороший электровоз в плане, что крупно-тоннажные вагоны, длинные вагоны постоянно тянет. Даже современные электровозы, их парк, конечно, недостаточен, но этот электровоз, он периодически ремонтируется и выручает наши железные дороги. Ой, какой шум, уважаемые друзья! Смотрите, вагоны. Ну прямо вот даже я за лесом, и за лесом не видно конца. Вот такой длинный-длинный у нас состав. Я предполагаю, что это, скорее всего, 90 вагонов. Только такой электровозик может ввести такой длинный состав. Вон уже появился, как бы там далеке хвостик. Вот сейчас я буду потихоньку камеру перемещать относительно этого хвостика. И мы увидим конец этого состава. Вот он, такой сероватый вагончик. Поехал вперед. Счастливого пути этому грузовому поезду, уважаемые друзья! Пусть он движется, перевозит грузы на благо нашей страны, Великой России! Вот, уважаемые друзья, вдалеке появился электровоз грузовой. Тянет. Вот вижу одни цистерны. Сейчас приближается как раз в моей стороне. Вот он едет, этот электровоз. Вот, вот, видите, он нам посигналил. Вот, посигналил, поприветствовал нас, уважаемые друзья! Вот сдвоенный такой электровозик тянет, медленно-медленно движется. Тянет этот огромный, длинный такой состав. Смотрите, все цистерны новые. Написано Trans Oil. Видите, одни цистерны. Вот такой вот на фоне вот этого вот деревьев, пейзажа и голубого неба. Очень красиво и динамично смотрится вот этот вот состав. Смотрите, я ни одного не увидел там какого-то вагона, только цистерны. И он, кстати, медленно-медленно движется. Видимо, как раз скорость свою немножко сделал меньше, для того, чтобы спокойно проехать переезд и город. Ну, тут определенный маршрут есть, конечно, у них маршрутный лист, и они, согласно этого расписанию, движутся. Вот. Еще пока не вижу конца. Вот конца этому поезду, этой цистерны не вижу. Но скоро... Нет, вон, чуть-чуть уже увидел. Не знаю, для вас это видно. Нет, вон, чуть-чуть видно. Это вот как раз кончик этого грузового поезда. А вот сейчас я перевел в нормальный режим. И вот снимаю, и дальше вот сейчас он потихоньку-потихоньку-потихоньку этот кончик поезда продвигается как раз ко мне, сблизится здесь напротив меня. И я его тоже запечатлею и сниму. И вы будете смотреть, любоваться движением грузового поезда и вот этих вот всех одинаково покрашенных, новеньких цистерн, уважаемые друзья. Вот они двигаются. Скоро поравняются уже со мной. Вот она, вот она приближается, эта цистерна, последний вагон. Вот, все, проехала напротив меня. И я желаю, конечно, счастливого пути этому составу, уважаемые друзья. Чтоб он спокойно-спокойно двигался и довез до места назначения свой груз. Ну вот, уважаемые друзья, я поснимал для вас поезда. Сейчас я перейду. Вот, смотрите. Немножко я, как говорится, тут немножко замерз. Температура у нас плюс 7 градусов. Ну, несмотря на это, все равно рукам холодно. Вот, держишь камеру и снимаешь, и рукам холодно. Ну, на этом я заканчиваю свой обзор поездов, проезжающих мимо меня. Вот, всего вам доброго, уважаемые друзья. Желаю вам здоровья. Встретимся вновь на моем канале, на новых видео. До свидания, уважаемые друзья. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok